Друзья, на библейском портале «Экзегет» мы отвечаем на ваши вопросы. Почему Бог допускает нищету? Действительно, говорят, у Бога всего много. Разве ему жалко, чтобы каждый из нас имел изобилие материальное и наслаждался бы всеми радостями земной жизни, которая у нас и так не слишком долговечна? Может быть, он просто слабосилен и на всех не хватает, как бывает иногда в большой семье. Кому-то большой кусок, кому-то маленький, а кто-то и вовсе опоздал на раздачу и остался голодным, если только о нем кто-нибудь по милосердию не позаботится и часть своего куска не припасет для запоздавшего. Почему же есть на земле запоздавший? Почему эта милость Божия и всемогущество не отражается во всеобщем благополучии, как это мы видим иногда в западных странах? И говорим, какое большое пособие даже безработным, там невозможно быть нищим, если ты гражданин этой страны, а не всячески правители тебя обхаживают, чтобы ты наслаждался жизнью, даже если не можешь толком работать. А у нас не у всех в квартире газ, не у всех водопровод, вот доказательство чего же, бессмысленности православия, как некоторые рассуждают демагоги по центральным телеканалам. Нет, конечно, если Господь ублажает нищих и предупреждает богатых о том, что их богатство внезапно исчезнет и горе, если они привязаны к нему, значит вопрос с нищетой совсем не так примитивно решается, как предлагал Шариков, отнять все, поделить между всеми и будет хорошо всем. Несомненно, человек, находясь в этом мире, который есть край изгнания, для его усиленного возвращения в небесное царствие, для поиска Бога, не ощутить ли его, так сказано о цели человеческой жизни на земле. Поэтому хоть и даны нам в поддержание земной жизни и хлеб насущный, и удовольствия, радости земные, но они никаким образом не должны стать в человеке доминирующими, не должны стать окончательной целью его жизни. Господь приучает нас и скорбями, и болезнями, и временами материальных трудностей приучает нас не быть слишком к ним привязанным. Богат не тот, у которого все есть, а тот, кто ни в чем не нуждается. И воспитать самого себя в готовности, как апостол Павел, жить в богатстве и в бедности, в изобилии и в нищете — это признак души высокой, которая не погребена под своими земными страстями, не привязана к удовольствиям века сего, но умеет ими пользоваться в меру, умеет терпеть и их недостаток, посвящая все силы души своей на приобретение сподлинного богатства своего и истинной жизни в Боге тогда, когда все земное прекратится. Мы с вами смертны. Забывать об этом есть крайнее безрассудство. Всерьез привязываться к тому, что внезапно покинет нас — это так же легкомысленно, как и заявление того удачливого землепашца, который, собрав огромный урожай, решил для себя разрушить старые житницы, построить новые, положить там запасы на многое лето и сказать душе, своя душа, яжди, пи, веселись, а много богатства у тебя на многие годы запасено. Какой был ответ Господень этому рассуждению? Какое наименование человеку, который так мыслит? Безумец. В эту ночь душу твою заберут от тебя, отделится она от тела, и все, что ты приготовил, кому достанется? Не может ответить на этот вопрос явно, что это будет не твое, когда тело вернется в землю, а душа предстанет пред Богом. Печально та душа, которая была привязана безраздельно к своему телу и к его удовольствиям, которые покинут ее, и последующее воскресение мертвых вместе с телом, порабощенным страстям, будет ужасно для всякого человека, променявшего вечную жизнь на прах земных удовольствий, на то проходящее, которое имеет ясное определение от апостола Павла, видимое временно, невидимое вечно, прилепляться всеми силами к Господу, вот путь действительно достойный. А нищета или временная бедность, которая приходит к нам по попущению Божьему, является как и болезни для тела, так и вот эти трудности материальные, учителем благочестия. Конечно, когда голодают дети, конечно, когда нищета приводит к преступлениям и продажам собственной совести, это весьма печально, русская литература немало поразмышляла над этим предметом, как социальное неравенство может стать причиной размена чистоты собственной души на какие-то ворованные, гнутые полушки и медики запретных и продажных дел человеческих, которые разоряют чистоту души, которые служат к нарушению заповедей Божьих о неприкосновенности человеческой жизни, о неприкосновенности человеческих имений, о запрете на воровство. Но все-таки это самооправдание. Нельзя сказать, что именно бедность является причиной преступлений, и молитва ко Господу и упование на него не бывает неуслышанным, и Господь помогает через ближних, через милосердных, Господь дает силы преодолеть как телесные скорби, а иногда и заканчивающиеся смертью, но с упованием на жизнь вечную. Так и та бедность, которая кажется скорбным уделом века сего, но мы знаем, что именно в нищете просияли великие святые, которые ныне почитаются церковью и у Бога на небесах в славе его почивают. Потому, трудясь в поте лица своего, как мы призваны Господом, всяко стремясь к материальному благополучию и достаточности, особенно это важно для семейных людей, мы призваны иметь сердце свободным от пристрастия к тем материальным благам, которые не пойдут вместе с нами в вечность. Напротив, говорит Господь, тот, кто будет щедр и милостив в отношении своего временного богатства, тот получит подлинное, а тот, кто, привязавшись к временному, пренебрежет вечным, пренебрежет милостыней и стяжанием благодати Духа Святого, тот действительно найдет себя крайне обнищавшим в вечности, обнищавшим в вечной жизни, что страшнее всего на свете. И таковому, говорит Господь, лучше было бы и не рождаться. Потому, с терпением и благодушием преодолеть время, а скудости материальной — это тот путь, на котором мы приобретаем и великую духовную пользу, и перспективы настоящего великого богатства Небесного Царствия для нас. Продолжение следует...